Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто люди жалуются на лень и на прокрастинацию. И хотелось бы коротко сегодня об этом поговорить. Соответственно, лень у нас может быть вызвана эндогенными причинами и экзогенными. Эндогенными те, которые внутри меня, экзогенные те, которые снаружи. То есть, как и во всех случаях, если вы себя сопутствующей плохо чувствуете, нужно дифференцировать, что это не эндогенные факторы. То есть, соответственно, сдать гормоны. Какие гормоны сдавать? Ну, конечно же, андрогенные гормоны, ЛГФСГ, тестостерон, пролактин и эстрадиол, то есть, андрогены наши базовые. Желательно сдать их в слюне. Можно дегидротестостерон тоже хотануть с кортизолом. Есть такие прям связочки в лабораториях. Сдать ЛГФСГ, сдать индекс хомо-ир, сдать обязательно гормоны щитовидной железы ТТГ, Т3, Т4 свободные. И, соответственно, на этом можно остановиться. Дальше обратиться к врачу. Понравится, пожалуйста, жду вас на своих консультациях. Нет, обратиться к своему какому-то эндокринологу. И он вас проконсультирует по поводу, соответственно, гормонов. Дальше, так как на моем канале мы говорим и по поводу психологии, особенно хотелось бы вам указать на то, что, соответственно, смотрите за экзогенными причинами. Это могут быть, соответственно, стресс. Просто-напросто, когда вы живете с какими-то родственниками, они на вас негативно воздействуют, вызывают какой-то стресс, ругаются постоянно. Может быть, соседи за стенкой у вас ругаются. Еще что-то. То есть какие-то яркие факторы дискомфорта. Поэтому окружающая ваша среда, она может, окружающие ваши люди, коллектив, он может не способствовать вашему развитию. Если у вас все очень вяленькие, прокастенирующие, бухающие люди, то это, конечно, будет создавать тот момент, когда, понимаете, быт, так скажем, определяет сознание. И для того, чтобы разорвать эту психологическую связь, вам нужно покинуть, покинуть эту вот привычную для вас зону комфорта, вот эту привычную среду обитания, убрать так называемый эффект ведра с крабами, когда один крабик пытается выбраться из ведра, а другие его сваливают в это ведро. Можете загуглить эффект ведра с крабами. Значит, далее, что еще? Очень интересный момент, связанный с тем, что вы, соответственно, не ведете ваш график. И когда вы начинаете заниматься с любым психологом, он вам будет давать домашние задания и прочие, в первую очередь, это все делается для того, чтобы нормализовать ваш график. Если вы решили, допустим, записать сегодня видео для Ютуба, к примеру, или еще что-то, ничто вас не должно остановить, вы должны записать энное количество видео для Ютуба, сделать энное количество дел по саморазвитию. И если вы это не делаете, весь вопрос к вам. Что вам это мешает? Мы можем, соответственно, если видим у вас какие-то расстройства психики легкие, или даже нелегкие, да, помочь вам сделать это медикаментозной терапией. Если, соответственно, это речь не о препаратах гормональных, если это причина не эндогенная, если все-таки, ну, какой-то легкий спектр психологических расстройств, ну, например, можно убрать повышенное чувство тревоги, попытаться, опять же, если оно не связано конкретно с гормонами, а вот связано с пережитым каким-то стрессом и прочее, можно, соответственно, применять комплексы различные, седативные, ну, хотя бы ту же мелису, как бат, я многим советую, очень неплохо срабатывает. Ну, самый элементарный какой-то момент. Подробнее не буду здесь об этом рассказывать, что можно применить. Для всех это будут индивидуальные, соответственно, советы. Не хочу, чтобы кто-то пил, там, как-то себе самостоятельно назначал препараты. Скажу одно, в нашей клинике мы назначаем эти препараты людям, соответственно, помогаем подобрать, в зависимости от ситуации, да. Очень важно понять, что лень, она может быть, как изнутри человека идти, да, и будут иметься причины этому, проблемы в вашем организме. Также это могут быть проблемы в вашем окружении. И очень часто мы ругаем президентов, политику, власть, а на самом деле не обращаем внимания, что нам очень сложно заставить себя правильно даже питаться. Или делать какие-то дела, вовремя убираться, вовремя учить, вовремя читать книги, которые вы запланировали прочитать для саморазвития. Соответственно, если вы это все не делаете, это уже вопрос к вашей силе воли, это уже вопрос к вашей правильной социализации, да, и это уже много-много вопросов к, в итоге вашей комфортной жизни. То есть, очень часто наши люди, наши пациенты испытывают замкнутый круг, им не комфортно в той жизни, которой они живут, и им не комфортно делать даже малейшие усилия над собой. Ну, тут логично, что усилия над собой все-таки нужно делать, соответственно, как минимум соблюдать базовые рекомендации, которые вам даст врач, и избавляться от вашей лени, дорогие друзья. Вот такой выпуск немножечко о лени мы сегодня поговорили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях, и да пребудет с вами здоровье! Здоровья!